Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Якутск. Сегодня» за режиссёрским пультом Михаил Эйверстов и Николай Слепцов у микрофона ведущий Саргалана Антонова. Какой смысл мы закладываем в слова, когда говорим, что лес – наше богатство? Думается, что представление о нём у каждого из нас примерно одинаковое. Это, конечно же, среда обитания, залог экологической безопасности, основа экономической стабильности и бесценный дар природы. Якутские леса покрывают 80% нашей республики. И этим летом борьба с огненной стихией стала для нас настоящей битвой за тайгу. В эти дни и в республике, и за её пределами подводятся предварительные итоги пожароопасного сезона 2021 года. Чтобы поговорить об этой проблеме, о том, какие шаги предпринимаются для её решения, сегодня в студию прямого эфира мы пригласили заместителя министра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики, главного лесничего Якутии Сергея Гаврилевича Сивцева. Добрый день. Добрый день. Дорогие друзья, наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НБК Саха. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 0066 и 32 1166. Пожалуйста, звоните и задавайте свои вопросы. Сергей Гаврилевич, что говорит анализ горимости лесов, скажем, за последние пять лет? И когда в текущем году у нас открылся пожароопасный сезон? Давайте сделаем небольшой анализ. Ну, начнём с того, что в этом году у нас пожароопасный сезон начался с мая, с 11 мая текущего года. Режим ЧС у нас был введён уже 23 июня. Ну, анализ как бы последних лет показывает, конечно, вот мы наблюдаем засушливое лето, да, как дождей мало практически, и, соответственно, за счёт этого у нас горимость лесов высокая. Вот поэтому, конечно, вот по тем наблюдениям, которые мы имеем, да, есть такая вот тенденция в сторону увеличения, то есть площади у нас как бы растут, площадя горения, да, ну и количество как бы оно стоит, не меняется. То есть свыше тысячи пожаров как бы каждый год вот последнего года имеем. Ну, поэтому анализ как бы и, ну, прогноз тоже как бы пока чёткого прогноза нет, но это мы и ожидаем, тем не менее, в следующем году тоже аналогичную ситуацию, поэтому как бы мы готовимся уже, начиная уже вот с осени, и, ну, как бы из своих коллег мы тоже там и ветеранов там и слушаем и как бы обсуждаем, ну, есть вероятность, что в следующем году и Южная Якутия тоже, возможно, будет гореть. Ну, это как бы прогнозные сведения, уточнённые, но тем не менее, как бы мы это наблюдаем. У нас в этом году нынче вот центральная Якутия в основном горела, да, соответственно, она может как бы в следующем году уйти в сторону Южной Якутии. Каковы основные причины возникновения лесных пожаров вот у нас здесь, в Якутии? Ну, именно Якутии, да, у нас, ну, анализ вот провели тоже, да, есть, это в основном из-за сухой погоды у нас сухие грузы. Ну, почти там более 90% это вот такой природный фактор. Ну, антропогенный фактор, он в разы меньше. Если сравнивать там с другими регионами, там, в центральной России у нас преобладает вот такой природный фактор. А насколько количество пожаров зависит от так называемого человеческого фактора? И есть ли какая-то у нас вот статистика, да, какое количество сгораний произошло вот по вине наших граждан? Ну, по вине граждан, вот, в этом году, ну, по выявленным нарушениям у нас 71, одно нарушение. 71 случай, именно где вот по вине человека, да, это, ну, неправильное обращение с огнем, ну, нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Вот, в процентном отношении это где-то вот 4%. И всех тех пожаров, причин пожаров, у нас 4% составляет антропогенный фактор. Ну, было вот тоже недавно летом совещание с центральными регионами. Вот, допустим, Вологодская область была. В Вологодской область там 60% это антропогенный фактор. Вот для примера просто. А у нас 4%. Хорошо. Ну, для того, чтобы мы говорили именно о пожарах, о проблеме, да, все-таки хотелось бы знать, как вообще происходит процесс финансирования мер по пожаротушению? Когда у нас начинается финансирование, да? Ну, для начала вот надо понимать, что у нас, как бы, лесной, земля лесного фонда, это федеральная земля, да, получиться. Соответственно, мы ощущаем, как республиканский орган передан на федеральную полномочию. Ну, статья 83-я лесного кодекса Российской Федерации. Поэтому мы, нам доводят федеральный центр федеральной субвенции в начале года, ну, в основном это вот в первом квартале. Средства доводят планово, и в рамках этих средств мы уже начинаем, как бы, свою работу. То есть там и тушение лесных пожаров, мониторинг, содержание вот наших служб, да, в том числе лесенец. И газодания, лесохозяйственные, ну, много видов направлений. И, соответственно, потом уже по итогам, в течение, допустим, этого года у нас, ну, растут затраты. В этом году, как бы, в разы вырастут затраты из-за лесных пожаров. Что входит в понятие мониторинг пожарной безопасности в лесах? Ну, мониторинг, у нас два вида, как бы, мониторинга. Это наземное патрулирование, там, и авиационное патрулирование. То есть мы, ну, проводим, ну, за счет вот тех же федеральных субвенций определяется госзадание, и в рамках госзадания мы осуществляем вот мониторинг. И авиационный мониторинг тоже, как бы, увязан в зависимости от класса пожарной опасности. У нас пять видов класса пожарной опасности лесов, да. И в зависимости от увеличения, ну, пятый класс – это максимальный класс. В зависимости от увеличения класса опасности в том или ином, как бы, районе республики, у нас, ну, объем, как бы, мониторинга увеличивается путем авиаобследования. А мы можем на примере рассказать, как, например, организована система охраны лесов от пожаров, ну, например, в Якутске, да, и в случае возникновения пожара в лесном массиве, как быстро удается о нем узнать и предпринять действия. Ну, и, конечно же, хотелось бы знать об улусах нашей республики. Ну, по причинам возникновения пожаров у нас есть система СДМ Российскос, называется, да, информационная система дистанционного мониторинга. Это, ну, космос, космические, да, съемка, получается. Они с космоса наблюдаются, там, в том или ином участке у нас наблюдаются термоточки. Соответственно, вот эти термоточки уже, ну, нашими структурами уже они там начинают натурно, ну, выездной или там, в зависимости от удаленности и так далее, как бы, уточняться. То есть, и наблюдается в течение трех дней, если наблюдается увеличение площади, или там, ну, бывает там тоже иногда инскажение. То есть, это СДМ тоже допускает, как бы, не только там это пожары, да, вот какие-то тоже, когда стоит достаточно такая жаркая погода, то есть, там и вот другие есть влияния, которые показывают, как будто это термоточки, да. Ну, что касается системы охраны лесов, у нас, вот, республики, получается, мы наземная служба и авиационная служба. Это наша, вот, якутская база охраны лесов и якут-лес ресурсы, которые обслуживают наземные пожары, вернее, подназемные территории. Ну, у нас республики делятся, да, ну, и в целом есть понятие такое зоны контроля общие, которые где наблюдается только, да, и потом есть авиационная зона и наземная зона. И вот авиационная зона, получается, занимается работой якут-лес ресурс, а на авиационной зоне это лесохрана, то есть, это путем, как бы, есть у них работники, пожарные десантники, пожарная служба, вот они, осуществляют, как бы, обследуют территорию и этот. Хорошо, у нас телефонный звонок, алло, добрый день, слушаем вас. Алло. Здравствуйте. Угу. Я с Амгинского района. Угу. Здравствуйте. Добрый день. Я с Амгинского района. Я обращался в 2020 году, 19 декабря, к президенту Российской Федерации. Я обращался в 2020 году. Да-да, слушаем, а. Прямой эфир. Угу. Говорите дальше, пожалуйста. В прямом эфире о поджоге тайги. Это было вот. Вот мне оттуда с правительства пришло письмо, ну, что президент дал поручение с правительства и от главы республики. Вопрос задавайте, пожалуйста. Ну, вы же знали о поджоге тайги, что лес будет гореть. Вопрос какой? Ну, вы же знали о поджоге тайги. Уменьше повторить. Ну, вопрос, видимо, по поводу обращения. Угу. Угу. Посмотрим. Угу. Угу. Плохо то, что фамилия не названа. Ну, постараемся. Угу. Вот мы говорили о возникновении пожара в лесном массиве и как быстро удается о нем узнать и предпринять действия. Вот, например, если в Якутске, конечно, столице республики действия, наверное, удается предпринять ближайшие... Сколько по времени мы можем? Очень быстро. Очень быстро. Это сколько? 10-15 минут? Ну, нет. В течение часа. В течение часа решается эта проблема. А скажем, по улусам нашей республики? Ну, улусы, как вы знаете, у нас разные. Тут же, как бы, единый подход здесь тоже не получается. Но, тем не менее, у нас в районах есть свои службы, есть лесничество, они и региональные диспетчерские службы, и региональные диспетчерские службы. Они информацию доводят. И уже, как бы, на уровне, ну, сначала, как бы, муниципального оперативного штаба, или, если создается на уровне лесничества оперативного штаба, уже принимаются меры реагирования. Если площади пожаров, они растут, соответственно, как бы, есть на это республиканский оперативный штаб по охране лесов от пожаров. И информация доводится, и, соответственно, уже республиканский оперативный штаб уже принимает решение по задействию силой средств на тушение вот этих пожаров, где они зафиксированы. Ну, вы сможете сказать нам по времени, скажем, вот, средняя часть нашей полосы республики? И на северах как быстро происходит реагирование? На северах, ну, на север у нас получается в основном зону контроля. То есть там в основном идет наблюдение. Если есть непосредственные угрозы, как бы, ну, объектам экономики или населенным пунктам, тогда, как бы, да, уже принимаются определенные меры силами, средствами, которые у нас есть, да, в системе РСЧС и так далее, как бы, не только вот для лесопожарных формирований, ну, плюс и, как бы, и пожарные службы нашего, нашей республики или другие ведомства. Ну, на уровне муниципалитетов тоже есть добровольные пожарные службы. Хорошо, дорогие друзья, сейчас мы прервемся на небольшую рекламную паузу, после чего вновь продолжим наш разговор. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Сегодня мы говорим о предварительных итогах пожароопасного периода текущего года. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу и сегодня мы говорим о проблеме сохранения наших лесов от пожара, а также о предварительных итогах пожароопасного периода 2021 года. И еще о том, какие меры на сегодня предпринимаются для решения проблем в лесной отрасли. Я напомню, что гость нашей студии сегодня заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства нашей республики, главный лесничий Якутий Сергей Гаврилевич Сивцев. Дорогие друзья, мы работаем в прямом эфире. Наша программа выходит одновременно на телевизионном радиоканале НВК Саха. Пожалуйста, звоните. Телефоны нашей студии 32 00 66 и 32 11 66. Ну что же, мы продолжаем наш разговор. А вот какие проблемы все-таки выявил анализ пожароопасного сезона в текущем году? Ну, в текущем году, конечно, да, как вы знаете, у нас на территории республики работали силы федеральной резервы. У нас 16 регионов наших коллег из региональных авиабаз тоже принимали участие. Коллеги из федеральной лесохраны. Почти более 800 человек здесь прибыли и работали на тушение лесных пожаров. Плюс еще у нас военнослужащие работали свыше 100 человек. Плюс МЧС работал. Поэтому это говорит о том, что у нас, как бы, ну, наши оригинальные силы, как бы, сил не хватало. И нам помогли вот, ну, федеральные силы, да? У нас поступил телефонный звонок. Давайте его послушаем. Мы продолжим. Добрый день. Добрый день. Сергей Гавридович, Ангавадский УЛУС, Валерий Иванович. Я раньше, когда-то в зеленых патрулях находился, вот, в молодости. Были такие команды организованные. Охраной леса занимались в детстве. Ну, и больше дальше в лес вот на пожарах часто участвовал. Раньше при этой мобилизации была, вы помните, наверное, в полной солдатской форме, мобилизованы, шерюкзаками, лопатами собирались и помесятся, жили на пожарах. И вот у меня вот те пожары какие-то другие были, Сергей Гавридович. А вот мне закрадывается мысль, как вы на это скажете, вот терроризм или вот сейчас мужик звонил к вам, говорит, специальный поджог президенту России писал, говорит, вот он имеет факты, да? Да, и среди народа ходит такое бытует мнение, вот, есть люди, которые заинтересованы в пожарах, имеют оттуда выгоды, имеют оттуда интерес. Нынче в республике 2 миллиарда крутанулось на пожаре. С этих денег-то многие могут поживиться, вот как на наводнении. Наводнение напустят, напустят, а потом спасать начинают. Потом через месяц два эти избы, домашние обвалить. Так же и у нас на пожаре. Пожар когда начался? Через месяц начали десантников собирать, оттуда, отсюда. Б-200 пригнали, Ан-62 пригнали, ну, уже когда запустили. С ГЛОНАССа же все видать. У меня внук работает с ГЛОНАСС, он говорит, что видать? Где спичку бросили, говорит, видать даже. Загорается, с ГЛОНАССа видать. Вот как вы насчет этого думаете? В Турции вот терроризм идет, специально поджигает леса. Есть такие силы, которые вот противодействуют. А у нас может быть такой или нет, крутить деньги, интерес к деньгам. И здесь вся же бизнес встает на первую, как говорится, очередь. Хорошо, мы поняли ваш вопрос, пожалуйста. Спасибо, Владимир Иванович. Такое мнение вот прозвучало. Ну, да. Но, тем не менее, сегодня мы официально этот момент не подтверждаем. Официальных поджогов, именно, скажем, селенаправленных поджогов, в таких фактах не выявлено. Силами МЧС, наши коллеги в районах лесничествах тоже регулярно и силами МВД тоже проводят межведомственные совместные надзорные рейдовые мероприятия. Но таких фактов прямо вот в этом году, по крайней мере, точно не было выявлено. Есть, да, есть нарушения. Вот я ранее говорил, что 71 случай. Ну, в основном, там, как бы, неосторожное обращение огню, да, небольшой процент. Но человеческий фактор есть, оно не исключается, оно всегда есть. И тех фактов, которые вот в этом году они отражались в средствах, в социальных сетях, да, ватсап разных там было, но они не подтвердились. То есть по каждому факту, подобному факту, у нас реакции есть. То есть, ну, надзорные органы есть, поэтому обязательно и прокуратура, как бы, за этим ведет. Поэтому по каждому факту у нас меры принимаются. Но вот еще раз хочу сказать, что официально такие факты не подтвердились. Хорошо. Итак, мы начали говорить об анализе пожароопасного сезона в текущем году, да. Вы сказали о том, какие силы были привлечены в этом году для тушения и со стороны нашей республики, и со стороны федерального центра. Ну, мы здесь, ну, должны, как бы, признать, это не секрет, что есть, конечно, вот, недостаточная наша численность лесопожарных формирований республики. Тоже это, как бы, сыграло определенную роль, ну, и нехватка техники и так далее, как бы, и финансовые вопросы тоже, в свою очередь, как бы, сыграли, да. Ну, чтобы понятно было, да, вот, нашим телезрителям, радиослушателям, давайте скажем, что представляет собой сегодня авиалесоохрана, и вообще, какой ее была судьба за последние годы. Ну, лесоохрана, ну, это структура, вот, которая охраняет леса, да, охрана лесов от пожаров, это, как бы, одно направление. Они за всю, как бы, историю, они, ну, претерпели много изменений. Были федеральными, были региональными, то обратно, то, как бы, сегодня они являются, вот, наши, наша лесоохрана, она, как бы, республиканском подчинении. Но они работают в качестве вот тушения лесных пожаров за счет федеральных субвенций. Сегодня мы имеем там 200, свыше 200 человек парашютных десантных пожарных служб, парашютных десантников, да, скажем так. Ну, для примера, просто в советское время их составляло 1600 человек. Разница ощутимая, да? Да, в разы. Ну, сегодня, ну, вот, как раз с этого года, вернее, с будущего года у нас будет увеличение. Те проблемы, которые у нас в этом году были, уже обратил на это федеральный центр, и коллеги приезжали неоднократно с Росискоза, федерального лесоохрана Якутия. Поэтому непосредственно они участвовали, видели, какая ситуация, обстановка. И вот недавно было принято решение о уделении дополнительного финансирования. Хорошо, у нас телефонные звонки. Алло, добрый день, мы слышим вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня один вопрос. Грозы. Грозы. Есть такие, есть такая штука, нет? Я старый человек, но кто-то не помнит вот таких молниях. Никто не говорил, никто не видел, что какие молнии, мол, и шум вот таких молний, и свет вот таких молний не видел. Никто. Хорошо. Еще у нас один телефонный звонок, давайте его тоже примем. Алло, добрый день, слушаем вас. Так, к сожалению, сорвался звонок, но давайте ответим на вопрос нашего слушателя, сухих молний. Да, ну, я тоже, вот, наши ветераны, да, лесной отрасли, они, как бы, тоже подтверждают при этом, что такие факты и раньше были. Ну, где-то поменьше, где-то больше, вот, они есть, да, они, как бы, подтверждены. Есть и документально все это оформлено, они есть. И вот для примера просто, вот, бывают случаи, вот, вообще на достаточной удаленности, где нет дорог, нет вообще, как бы, ну, сложно добраться, там есть, вот, возникает пожар. То есть, то есть, человеку трудно абсолютно добраться, только на авиационной технике, ну, вот, и просто, как бы, это исключает сразу возникновение антропиогенного фактора. То есть, они есть, сухие, сухие грузы. Угу, и у нас еще один телефонный звонок. Алло, добрый день, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это Смахалмаха звонит. Вот я бы на счет пожара, вот, что сказал бы, осенью и весной, вот, в начале октября и где-то весной, когда снег сходит, надо субботники организовать, силами народа, пожарников, и там, чест, этот, надо, то есть, там, пал делать. Очень много листьев и так далее, мусора бывает много. Оно и накапливается, и вот пожар. Надо осенью тоже это делать. Когда листья опадают, очень много мусора бывает. Угу, хорошо. Вот такое предложение от нашего населения. Ну, да, соглашусь, конечно, да. Раньше у нас серхоспалы мы делали, но уже вот после, на сегодня это запрещено Российской Федерации. Поэтому мы этот вопрос сегодня тоже ставим, ну, как республика, да. У нас по стране регионы все разные, со своими особенностями. И для Якутии, конечно, вот, именно грамотный, как бы, под контролем серхоспал, он, как бы, нужен. Этот вопрос мы тоже ставили на уровне руководства республики. Руководство республики тоже, как бы, поддерживает этот вопрос. Сейчас этот вопрос прорабатывается на федеральном уровне. То есть, работа эта есть. Когда вот раньше проводили, весенний, ранней весной, там, и поздней, осенью, там, серхоспалы. Действительно, вот, да, вот сейчас, сегодня, мы говорю, лес у нас замусорен, скажем так, да. Его надо чистить, это же, как бы, дом наш, получается, его дом надо чистить постоянно. Здесь то же самое. Ну, один из методов, как бы, это вот сельхозпал был. Сегодня он запрещен, поэтому. Хорошо. Мы говорили о нехватке специалистов, да, вот, авиалесоохраны, а вот, Якут, лесресурсы, как дела? Ну, аналогичная ситуация тоже наблюдается у них. У нас людей не хватает, мы сегодня, как бы, не, есть определенные нормативы, до которых должны быть, да. У нас по нормативам 804 человека должно быть, это минимальное, да, не менее. То есть, и мы сегодня, как бы, имеем более 400 только человек штатных, да, то есть, мы недотекаем до минимальных нормативов два раза. То есть, для нашего региона это 804 сотрудника должно быть, а у нас там 400, чуть больше 400 человек. Два раза почти. А какая помощь была оказана Республике федеральным центром? Вот некоторые цифры мы можем привести? Цифры, ну, в текущем году, да. В текущем году, конечно, вот я говорил, да, что у нас 870 человек из Федерального резерва помогало нам в этом году. Здесь они работали практически во всех пожарах. И, ну, дополнительно вот силы военнослужащих, силы МЧС России работали. Поэтому федеральный центр в этом плане, конечно, помогал и помогает. И сегодня мы, конечно, эта проблема, как бы, обсуждается на федеральном уровне. Есть уже определенные, вот, именно по пожарам площадки на уровне Министерства природных ресурсов и экологии. И ведется работа по обновлению, в том числе, нормативно-правовых актов. Вот здесь еще. Есть определенные, как бы, проблемы в этой части, они выявлены. И сейчас работа вот с регионами идет в части их обновления, в совершенствовании этих наших законов и других нормативно-правовых актов. Хорошо. Дорогие друзья, сейчас мы прервемся на небольшую рекламную паузу, после чего вновь продолжим наш разговор. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Сегодня мы говорим о предварительных итогах пожароопасного сезона 2021 года. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. И сегодня мы говорим о проблеме сохранения лесов от пожара, о предварительных итогах пожароопасного периода 2021 года, а также о том, какие сегодня меры предпринимаются для решения проблем в лесной отрасли. И гость нашей студии сегодня – заместитель министра экологии и природопользования лесного хозяйства нашей республики, главный лесничий Якутии Сергей Гаврилевич Сивцев. Дорогие друзья, напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК «Саха». Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии – 32 00 66 и 32 11 66. И режиссер показывает, что у нас есть телефонный звонок. Давайте его примем. Алло, добрый день. Хорошо, спасибо. Слушаем вас? Слушаем вас. Слушаем вас. Слушаем вас. хорошо спасибо вам за высказывание и у нас еще есть телефонный звонок добрый день здравствуйте продолжение лучше по-русски лучше по-русски это пожарники работают и надо 10 лет работы надо пенсию тогда будет работе много будет и я так думаю вот такие интересные очень предложения вносят наши телезрители радиослушатели давайте прокомментируем их ну первый вопрос получается касается сельхозпалок да опять же вот я тоже поддерживаю конечно да сельхозпалок якутии нужен но на сегодня мы бы законодательно не имеем скажем так возможности ну в рамках есть там госзаданий эти отжиги делаем но это как бы не тот объем не тут этот поэтому в этом плане вот я отвечал что сегодня поддержка есть руководство республики и это мы сейчас федеральным центром отрабатываем именно учитывая что наша оригинальная особенность что касается вот по пенсии до людям которые работали летний период на пожары лесных пожарах ну конечно тема интересная да тут надо уже подумать сейчас сразу сказать комментировать конечно сложно будет хорошо в этом году как никогда много говорилось о создании лесопожарного центра в якутии и какие поручения даны руководством страны правительству и какого рода задачи и функции этот центр мог бы решить на здесь якутии ну да лесопожарный вопрос лесопожарного центра конечно в этом году у нас поднимался вопрос и на уровне руководства страны да но на сегодня федеральным центром рассматривается вопрос создания аналогичного центра на дальневосточном федеральном округе пока планируется хабаровском крае и в рамках создания вот с хабаровского центра на территории якутии дополнительно должны быть выделены 50 человек но это как бы начало да у нас есть есть здесь филиал федеральная лесохрана и вот в этом филиале дополнить три на сегодня 60 человек плюсом должно быть добавить 50 человек на сегодня в цифра пока такая но в этом направлении мы работаем будем ожидать еще увеличения людей ну вот как мужик все равно делимся там по федеральным округам и центр должен быть создан пока на сегодня хабаровске дальневосточном федеральном округе в республике мы тоже конечно свои варианты рассматриваем есть свои моменты нюансы вот проблемы и мы сейчас по структурно тоже из поручения главы республики в рамках это поручение мы сейчас тоже пересматриваем структуру системы охраны лесов от пожаров еще один вопрос который глава республики ставил перед президентом и членами правительства российской федерации это вопросы методики по распределению субвенции из федерального бюджета действительно вот такая разница что у нас в республике выделяется всего лишь 6 рублей с копейками а в то время как в среднем по стране 199 рублей это цифра составляет почему ну здесь конечно вот этот вопрос ставился уже давно якутия ставится давно руководство на республике ну можно сказать наконец-то в этом году есть некое некое там уже движение в этой части да но положительным же можно сказать этот методика вообще учитывал случай с учетом плотности населения так далее вот этот коэффициент конечно нам нас регион большой население территории огромное население небольшое поэтому как бы были вот как будто как сказать несправедливости да скажем то сравнение другими регионами в этом году уже проект новой методики он разработан он на сегодня находится на рассмотрении в правительстве российской федерации и мы ожидаем уже в конце года этот документ появится и вот реализация новой методики она должна вот повысить эффективность и прозрачность системы расследования между субъектами вот федеральных субвенций прошедший сезон показал что нужно более системно заниматься вопросами искусственного вызывания осадков что будет предполагать работа в этом направлении ну да в этом году у нас работал работал самолет на базе ан-24 который занимался вызыванием искусственных осадков я сам неоднажды тоже вылетал и есть там система веер пока на сегодня он единственный самолет в российской федерации это с федеральной лесохрана самолет и мы с тоже в республике были тоже заинтересованы в этом и на сегодня вопрос прорабатывается у нас были определенные встречи уже в москве которые вот разработчиками и которые занимаются этим вопросом и для республики мы тоже как бы думаем иметь такой аналогичный самолет вот с таким же возможностями по искусственным вызывания осадков в этот здесь работа ведется то есть если все получится у нас в будущем году может появиться свой как бы собственный самолет и не только как бы на тушение лесных пожаров ну и есть масса вопросов которые ну и полей не сельского хозяйства и далее поэтому народном хозяйстве республики да может очень можно было бы применить активно используется а какая еще техника показала например свою эффективность и что наоборот не оправдала себя ну вот в рамках национального проекта экологии до сохранения вот лесов мы в этом году конечно было выделено более 200 миллионов рублей из федерального бюджета мы закупили там технику очень много техники и сегодня тоже заканчивается пока покупка этой техники и в тракторной технике конечно вот и но надо признать что некоторая часть техники в основном тракторной техники ну скажем так не оправдала наши надежды она то качество которое было советское время но как бы утратила и есть резиновые детали да и металл как бы слабый поэтому наши местные там и умерся их кулибины наши не там меняли как бы и ну а сегодня все таки мы считаем что все таки даст к такой является это тех ну который показал эффективность до 75 но их совершенно мало но они как бы свои показали эффективность они но они усталела конечно но вот на местах мы видим что люди больше доверяют этой технике нежели вот все таки более современной ну тем не менее мы вот как раз по этот вопрос тоже поднимали на уровне главы республики сен сергеевич и он поддержал и он обратился в адрес юрий петровича трутнева полпреда да 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 и он тоже поддержал и в рамках по линии минус развития сегодня выделены тоже средства в время почти 150 миллионов и мы закупаем сегодня тракторную технику по аналогии дт-75 то есть будем иметь уже на начало пожароопасного сезона дополнительные техники которые более-менее соответствуют как бы требования сергей гавриевич глава республики сказал что ситуация возникшая этим летом больше не должна повториться какой будет сумма федерального финансирования в следующем году до такое поручение есть в рамках это поручение у нас сегодня ведется анализ нашей вот нынешнего сезона и уже прорабатывается план мероприятий по подготовке уже на следующем года вот в теку в следующем году у нас должно быть профинансирование на сумму дополнительно да имеется помимо плановых средств у нас миллиард сто семьдесят миллионов здесь получается сидит это увеличение численности по дпс парашютных десантников да это сто восемь четыре человека общая сумма составляет сто восемь шесть миллион и на тушение лесных пожаров у нас увеличение 309 миллион и на патрулирование там 33 наземные и авиационный мониторинг 604 миллиона мы ожидаем из федеральных средств это помимо плановых дополнительных средств это будет в течение трех лет 22 23 24 и когда мы ждем первый транш ну первый транш мы ожидаем в январе еще года мы сейчас готовим именно всю документацию пакет в мероприятии комплекс мер которые по освоению этих средств должно быть что же надеемся что действительно вот эти средства у нас будут профинансированы вовремя мы сможем подготовиться к нашему сезону это начало как бы это небольшой дорогие друзья это была программа якутск сегодня ее подготовила и привела редактор сарголана антонова всего вам самого доброго и до свидания